После огненной ночи свою семью он еще не видел. И так хотел их обнять. Но в больнице карантин. И сколько бы Никита не доказывал, что его младшим сестрам и брату теперь никакой грипп не страшен, со спасенными врачи разрешили поговорить. Только на расстоянии. А вы как там? Нормально? А то переживаю я за вас. Надюш, привет! Привет, Настя, Ангелин! Шестилетняя Ангелина, трехлетняя Настя и самый младший Матвей после чудовищного пожара в больницу попали только с легкой простудой. Хотя любое неверное действие Никиты в ту ночь могло обернуться непоправимой трагедией. Потушить горящий дом второклассник попытался самостоятельно. Но быстро понял, что силы не равны. А правда ты черпаком пытался тушить? Да. Хотя шланг я не нашел. Я бы шлангом все потушил. Никите пришлось дважды пробираться через открытое пламя. Сначала, чтобы попасть в дом, а потом, чтобы вывезти детей. Как уже установили пожарные, загорелся газовый котел. А мамы в этот момент дома не оказалось. Она пошла проводить подругу. На правах старшего мужчины в семье второклассник действовал молниеносно. Крыша уже горела и могла обрушиться в любой момент. Но восьмилетний мальчишка не замешкался и в первую очередь отключил газ, иначе все бы здесь взлетело на воздух. И где-то здесь, в кромешной темноте и в дыму, он и разыскал своих младших сестер, а в этой кроватке полуторагодовалого брата. Младшего брата он выносил на руках, а сестры вышли за Никитой через дым в одних пижамах. Скажи честно, ну, хоть чуть-чуть тебе было страшно или нет? И копельки. Если бы я кого-нибудь забыл при пожаре, они бы сгорели. По большому секрету, Никита признался, что без потери для него этот пожар все же не обошелся. В огне остался дорогой ему смартфон. Мы тебя награждаем, во-первых, благодарственным письмом и подарком. С благоданным телефоном. С мартфоном, чтобы ты был всегда постоянно на связи. Офигеть, круто! Сотрудники МЧС за храбрость подарили ребенку точно такой же, чтобы Никита и впредь в критической ситуации правильно расставлял приоритеты. Вопросы с новым жильем для погорельцев сейчас решают власти Пензенской области. А Никита Копылов, кроме уже полученной благодарности от спасателей, будет еще и представлен к медали «За отвагу на пожаре» и станет номинантом всероссийского конкурса «Созвездие мужества». Андрей Шамин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов. НТВ. Пензенская область.